Здорово, мужики. Вы того, извиняйте. Время такое, сами понимаете. Нам сейчас на подъём. Стражей много? Еле ушли. В доме гнездо. У самолёта. Кто-то мне сон сегодня снился. Мерзкий такой. Ну, что называется, сон в руку. Да. Втроём идти смысла нет. Да, гнездо. Большой группой идти надо. Чистить. Так что, отменяется вылазка? Позже пойдём. Надо людей набрать. Значит, будем мужиков ждать. Да. Скоро подойдут и погоним тварей. Так, привет, дорогие друзья. С вами Альберт. Добро пожаловать на канал Playtime. Мы продолжаем проходить. Игрушку. Вет, мужики. Молодцы, в общем. Молодцы. Луч надежды. Спасибо большое. Так, мы попали. Попали на какое-то убежище. Убежище. Найдут. А тогда всё. Всё пропало. У меня по новым меркам двух сантиметров не хватает. Не найдут. Не стяжутся. Признают человеком. А лишние рты на улицу. Ну, или на виселицу. Прибыли, значит. Ну, что... Как же так? Столько лет жили, а теперь мы уроды? Как же так? Сколько раз такое уже было? Но почему? Почему именно мы? А расклад у нас такой. Соседняя станция, площадь революции. Наша, красная. От неё до полиса два шага. Я договорюсь, тебя пропустят. Мигом у своих будешь. Это о вас только что сообщили? Да, о нас. Отлично. Проходите. В общем, Артём, ты погуляй тут пока. Станция интереснейшая. Я со своими переговорю и найду тебя. Добро пожаловать. И хорошо вам отдохнуть. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Отдохнуть. Оружейная ферма. Шумел камеш. Деревья гнулись. А ночка тёмная была. Я жёстко отдохнул. Подайте последнему театральному критику. Подайте, кто сколько может. А тебе? Конечно. Что, молодой человек, клюнули на мою остроумную табличку, а? Почему? В этом подземелье каждый нашёл себе место. Убийцы и шлюхи, тираны, воры, торгаши. Все отлично себя чувствуют. Даже некоторые скверные актёры. А я оказался никому не нужен. Никому. Все мы дышим трухой большого. Эта станция перенаселена призраками оперы. И что? Есть тут место лучшему критику сгинувшей страны? Чёрт Ас-2. А почему? Никто не любит правды. Я говорю, вы позорите имя большого театра. А они мне теперь большой, это мы. Им не нужны критики. Им не нужно искусство. Им нужны только бабки. А эти несчастные, которые едут со всего метро в Большой Театр, не понимают даже, как их обманывают. Давай, это... Молодой человек. Да. Пока что. Радиоциты. Радиация, разруха, смерть и война. И что? Да именно с разручей смерти тебя... Так. Ух. Никогда ждать гостя с косой. Не проходите мимо. Купите билетики на предстоящую пиеню. Да, друг. Выпьем. Семеновна. Ох и дух тут у тебя, аж слюнки текут. Неужто новенькая, чего сообразила? Не новенькая. Ну, хе-хе. Прости, Катя. Прости. Что? Костя, что случилось? Витя. Погиб. Печалька. Мы уже обратно шли. Да, дядь Миш, подожди. Это демон. Все попадали, он даже не зацепил никого. Ух ты, это же демон. А Витек. Страшный какой. Маской наказал. Это демон. Демон. Вот крыльями так машет. Да, нападает. Нет, это он взлетает только. Папа говорит, он только на взлете так сильно крыльями машет. А папа видел много. Правда, это демон. Дядь Миш. О, книжка. Метро 2034, 33, 35. Прикольно. Ну что, Никитич, когда пойдем с тобой наверх мутантов кормить? На неделю хоть деньги еще остались? Самооборона отдела рук. Сало просто, сало копченое, сало нутряное, сало топленое, шкварки. Спасибо. Метательные ножи. О. Тихо, надежно, смертельно. Дополнительные ножи. Ножи, взрывчатки, шинлятеры. Что-то ты пожадничал. Так, так, так. Если хочешь тихо снять часового, лучше ничего нет. Так я же беру. А, у меня мест нет. Ну, если понадобится, что? Да, ладно. Рыбки, рыбки, рыбки. Спасибо, рыбки. Минные ножи. Шматки. Кожа. Лучшая выделка. Оригинальный покрой. Умеренные цены. Спасибо. Есть отличные грибочки. Лучше не найдете. У тебя оружие, да? Вот же оружие. Давай, хвастай, если что у тебя есть. Так, что у меня есть? Так, так, так. Это неинтересно, неинтересно. Подожди. Счастливо тебе, парень. Подожди, подожди. Куда счастливы-то? Это я посмотрю. Чуденько. Так, это моя снайперская винтовочка. За 40 патронов? А, это приклад. Эргономичный приклад. Облегчает движение. Ублюдка. Опа. Это у меня ублюдок, что ли? Нет, это ублюдок. Я делать не буду. Так, это что у меня? Это автомат. Давай я установлю снайперскую. Установка за 35 патронов? Крежь. Дальше. Душа. Крежь. Дальше. Приклад. Сброс твола. Ну ладно. Нет, это кстати. Точно не хочу. Так, так, так. Чудень, тюнинг. О. Нет. Но это точно не пригодится на ООО. Вот это вот уже интересней. Подожди, почему у тебя есть в продаже-то вообще? Ну, в удачной самообороне. Да подожди, иди ты. Тэков Савич у тебя в продаже есть. А, нет, надо шоу. Обмен. Обмен, обмен, обмен. Он, конечно, неказистый, зато армейский поток. Отстой. Отстой. Незаменимая вещь для самообороны. Самодельная пневматическая винтовка. Практически бесшумная и точная. Испыточное давление в баллоне повышает убойные силы, но держится недолго. Печально. Так, стой. Мощная штука. У нас глушителя. Еще и не слышно его. Кто? Ствол? Ствол, ствол. Револьвер. Оружие точное и мощное. С ним рейнджеры часто ходят. Вот ты знаешь, что я рейнджер. Мне на лбу написано что-то. Купи и все тебя сразу зауважают. Серьезная вещь? Ну, теперь можешь никогда не бояться. Тюнинг. Тюнинг. Все. 11 патронов. Спасибо. Бери, бери. Не пожалеет. Здесь ничего интересного. Понял. Если не здесь, то где? Не хочешь, как хочешь. Все, Артем. Договорились. Можем идти на революцию. Через театр нас пропустят. Ну, пошли. Думай быстрее. Вон еще. Ха. От тебя что-то. Это не тебя заметь ниже на сковороде. Куда? А билеты? Какие билеты? Не смеши народ. А же к вину. Жену рука не поднимается. А вот тебе я сейчас. Как там? Так, кто там? Да-да, конечно, проходите. Хе-хе-хе. Прямо лагернурцы на сцену. Ладно, Станиславский. Ты, если хочешь, посмотри тут. Я тебя у гримурки подожду. Маэстро Канкан. Окей. Пипец. Хе-хе-хе-хе. Да. Все тут печально. Что, Артем, приобщился к искусству? Да. Ладно, пошли. Пошли. Не знаю даже, как теперь остальным артистам производить впечатление на публику. А что это вы так редко заходите? Разлюбили нас? Ну, как можно. Работа просто заходила. Ты себя в зеркале видела? Тихо тебе. С вами есть ей пудрич. Это разве бодра? Жесть. Что, Тёмыч, по бабам и голодам? Метро без женской ласки тяжело. Промозгло. А? Нифига. Вот что я тебе скажу, Артем. Вроде идти уже надо, но давай гульнем, раз живы остались. А я угощаю. Давай. Прошу, две фирменных. Специально для вас из старого запаса. О, это дело. Давай, Артем, встрогнем. Ох, хорошо пошла. Ай, вообще, хорошо здесь, но дома лучше. Знаешь, мне по всему метро лазать приходится. Ну и наслушаешься всякого про красную линию. Дескать, и плохо у нас, и жрать нечего, и расстреливают всех подряд почём зря, и анекдот не рассказать сразу вяжут. И строим все ходим. Стоп. Давай-ка ещё по одной. Давай, Артем. Ты к чему этот разговор интересный? Так вот. Ну, да, у нас строго. Да, без бардака. Одна партия, один руководитель. Ну, да, идеология там, все дела. Ну и что? Порядок зато. У всех еды одинаковая. Нет богачей и нищих. Сколько надо для жизни, столько и получаешь. Да, ещё по одной. Ну, за равенство. Давай, Артем. А, о чём это? Да. Да, богача. Посмотрите, как окраинные станции живут. Жрут друг друга, детей своих в рабство продают. Где-то каменный век уже начался. Если человека самому себе предоставить, он до зверя в два счёта скатится. Ну, Жен, порядок. Ну, Жен, в это и верю. Сдохнем мы в метро без порядка. Перегрызём друг другу глотки и вся недолго. Так что ты как хочешь, а я красный. Красный мы помысл. Так что, давай. За порядок. Хе, я уже всё. Давай, Артём, давай. До дна, до дна. Красный. Ну, вот и хорошо. Не серчай, Артём. Работа у меня такая, красную линию защищать. А ты, мушкетёр, сейчас по чужую сторону баррикад. Бойцы, оформите товарища. Вот урон. Есть, товарищ майор. Слушаюсь. Как тебя там называли? Краснопузый? С возвращением, товарищ майор. Вольно. Как глупо я попался. Купился на заверение в дружбе? На дурацкую присказку о мушкетёрах? Ничего. Мы ещё поквитаемся. Интересно, зачем Павел заманил меня в ловушку? Пошёл! Отставить! Это у нас так. Перегибы на местах. Не обращай внимания. Мне тебя сюда надо было доставить. И ты теперь под арестом. Но, с другой стороны, всё может обернуться. Очень для тебя хорошо. Здравия желаю. Я вижу жизнь бьёт ключом. Так точно. Товарищ Москвин проводит смотр. Опа! Сам генсек. Товарищ Корбу тоже здесь? Так точно. Товарищ генерал тоже прибыл. Ну, повезло. Как всё закрутилось. Слушай, Артём, ты парень умный. Должен понимать, случайностей не бывает. Ты здесь неспроста. Ты много знаешь. И я советую тебе не темнить. И я тебе помогу. Ну, ведь с тобой кто? Мушкетёры. Пошёл ты. Один за всех и все за одного. А вот у товарища из Ордена, Кирис другой. Всё для нас. Этот ваш бункер, кому он достанется, тому и жит. Это последняя война будет, Артём. И мы к ней готовились. У нас сила. Какая у вас сила. Покажи мне эту силу. Силачи. Здравия желаю, товарищ генерал. Товарищ Морозов? Рад. Рад. Я думал, вы пропали. Смертью храбрых. Был в плену, Вячеслав Андреевич. Вот, Рейнджер спас. Какое совпадение. Лесницкий, вы же тоже обнимали. Рейнджер. Его знаете? Так точно. Это Артём. Доверенное лицо Мельника. Они вместе нашли Д-6. И потом он отличился. Во многих операциях. Ну что ж, рад знакомству, товарищ Артём. Думаю, нам есть, что предложить друг другу. Доставьте товарища в переговорную. Ну, Пашкин, держись. Пропустим обмен. И сразу перейдем в тело. Известные вам мутанты-телепаты Чёрные представляют огромный научный интерес. Вы расскажете всё, что знаете о них. За это обещаю вам жизнь и работу. В вашем же ордене. Но на меня. Ничего не знаю. Мушкетёры. Один за всех и все за... Генеральный секретарь ЦК КПМ, товарищ Москвин. Числав, разговор к тебе. А это у нас что? Очередной враг революции. Хм. Отлично. Как вы верно отмечали, Лёне давно пора учиться... ...работе с людьми. Вообще-то мы собирались... ...наставить все эти ваши сыворотки правды. ...хитрые машинки пустая трата времени. Дайте-ка я тряхну стариной. Ну, гнида. Говори. Чего? Давай, выкладывай всё, что знаешь про Д6. Кого? На! Сука! Молчишь? Пошёл ты, пошёл ты, урод. Говори, гнида, пока я тебе яйца не отрезал. Все ваши явки, ставки, пароли и всю прочую лабудень. Папа, зачем ты его так? Это называется допрос, Лёня. Допрос. Обычное дело. Что? Когда ты играешь в куклы, такого не делаешь? Нет! Сучёныш! Власти без крови не бывает! Бывает! Твой брат правил без крови, и его до сих пор... Стоять! Стоять, я сказал! Вы... ...делайте, что хотите, но вытянуть из него всё и пулю в затылок без этих соплей! Потом ко мне... ...есть разговор. Вернись! Вернись! Леонид был прав. Зачем? Похоже, наши отношения безнадёжны и испорчены. Но тут на помощь приходит наука. Одна инъекция, и вы всё расскажете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там детстве. Опа! Офигеть! 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 Я живой! Расправляйся на Венецию с группой. Расплатишься там с местными. Реши их вопрос окончательно. Понимаешь, о чём я? Так точно! А с Чёрным что делать? Да, Чёрного обнаружили. Подробности в конверте. После Венеции сразу за ним и... И рекомендую больше меня не подводить. Не подведу, товарищ генерал! Не подведу! Пошли они все в задницу! И папаша, и Корбут, и Морозов, и революция, и моё большое будущее! Я так не хочу. Я всё равно так не смогу. Пускай расстреляют. Чем как папаша, родного брата. А вы, вы там, если выберетесь, ну, живите! Опа! Вот, давайте сюда. Там свобода. Уж я-то знаю. Я по этим трубам от отца всё детство прятался. Спасибо, дружище. Блин, ножик бы какой-нибудь ты хоть дал. Ладно, дружище, спасибо. Так, так, так. Ну, всё. Мы пошли. Пошли, пошли. Точнее, поползли. Наконец-то. Садись, числа. Говорить будем. Про переговоры в полисе? А, значит, уже в курсе. Я всё-таки глава разведки. Глава. А информацию упустил. Проклятые беженцы. И полис, и ганза, и даже нацисты чёртовы уже всё знают. Крыс мы переловим, а война всё равно неизбежна. У меня есть способ... Лобовой удар не имеет шансов. Вот если с поверхности, через церковь, потом катакомбы, зайти в спину. Тогда, возможно, с основного направления и не встретят сопротивление. Потом зачистим. Смирно! Дай трое! Вот теперь я нахожусь в настоящих паучьих катакомбах. И генеральный секретарь Москвин до уровня главного паука не дотягивает, явно уступая генералу Корбуту. Знать бы, что он задумал. Что доставил ему Лесницкий из Д-6? Что должно уничтожить врагов революции? Пока сплошные вопросы. Ясно одно. Информация о чёрном у Павла. Теперь он моя цель. Так, дорогие друзья, заканчиваю на этом прохождение. С вами был Альберт. Подписывайтесь на мой канал Playtime.ru. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok